Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Ксения Цурко, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. В Миногорске и Бугуруслане откроют диализные центры. В Орске заменят 80% уличного освещения. В 86-й школе пройдет прокурорская проверка. В Оренбурге заработали 89 елочных базаров. Об этом в многом другом далее в выпуске. В Миногорске и Бугуруслане откроют диализные центры. Решение принято после того, как оренбургский журналист на пресс-конференции задал вопрос Владимиру Путину. Пример он привел жительницу Медногорска Людмилу Янину, которая осенью писала президенту о своей проблеме. В региональном Минздраве отказывали в просьбе Яниной открыть в городе отделение гемодиализа из-за малого количества больных. Для того, чтобы пройти процедуру, Людмиле приходилось ездить в Орск. Расстояние между населенными пунктами около 80 км. Сейчас в области гемодиализ доступен в пяти центрах. В Оренбурге, Орске, Новотройске и в Бузулуке. Всего работают 100 аппаратов. Лечение получают 532 пациента. Отмечу, что новые кабинеты появятся в городах в рамках государственно-частного партнерства. В Орске заменят 80% уличного освещения. Администрация города подписала договор с подрядчиком, который установит 10,5 тысяч светильников. Контракт на 200 миллионов выиграла компания «ЕС Гарант». Она за свой счет монтирует светодиодные светильники. Это позволит сэкономить порядка 60% потребления электроэнергии. Дополнительно из бюджета Орска не будет выделено средств. Частично на оплату работы компании пойдут средства, которые сегодня выделяют на оплату за освещение города. В 86-й школе Оренбурга пройдет прокурорская проверка. Ведомство даст оценку деятельности руководства школы и управления образованием администрации города. Ситуации заинтересовались после публикации видеозаписи родительского собрания в социальных сетях. Автор переложил список товаров, которые должны быть куплены на деньги родителей 86-й школы. Лопаты, ледорубы, радиомикрофон и костюм Деда Мороза. После публикации видео директор школы Елена Сапкулова написала заявление на увольнение. Однако на следующий день ее вернули на должность. Родительский комитет школы выступил в защиту директора. Бывшего врача городского КОШ вендиспансера Александра Папина осудили. Он незаконно присвоил 450 тысяч рублей. 11 августа Папин был заключен под домашний арест. В течение года до этого момента врач получал часть премии от двух сотрудников диспансера. Суд учел смягчающие обстоятельства. У Папина не было судимости и родители и трое детей находятся на иждивении. Александр Папин остается на свободе и в течение трех лет не сможет занимать руководящие должности. Искусственная или настоящая? В Оренбурге заработали 89 елочных базаров. Как выбрать качественную елку и во сколько обойдется символ Нового года, расскажет Наталья Богданова. Я думаю, настоящая елка намного интереснее. Ну, запах тот же самый вот. И это новое что-то, каждый год новая елка. Настоящая. Потому что она живая, пахнет свежестью елкой, Новым годом. Настоящая – это запах новогоднего настроения появляется. И когда приходишь, вот как-то успокаиваешься. Вообще искусственную надо ставить. Почему? Потому что природу надо беречь. Ну, раньше была настоящая, сейчас искусственная. Почему? В экологических целях. Живую елку традиционно можно купить прямо на улице. Рынки работают в разных районах города с 10 декабря. Однако пока горожане покупают не очень активно. Обычно ажиотаж начинается после 20-го числа. У нас и в Оренбургской области есть питомники, которые обеспечивают, ну, по крайней мере, соснами. И сопредельные территории – Башкирия, Самарская. Документы на продукцию есть на всех точках у предпринимателей. Цены устанавливаются предпринимателями. Мы, конечно же, обращаемся вначале к ним о том, что необходимо найти баланс между желанием продавца и возможностями наших покупателей. Мы уже здесь торгуем третий сезон, у нас уже вот как и неделю торгуем, все продаем. Елки с Ульяновского у нас цены нормальные, доступные до 500 рублей. Больше мы не поднимаем, цену держим. Если маленькая елка – 300 рублей, средняя – 400. Большая – больше двух метров – 500 рублей. Это не елка, это сосна. Она вся стандартная. У них у всех прогалы одинаковые. Чтобы ваша елка как можно дольше оставалась красивой, свежей и зеленой, нужно ее правильно выбрать. Главный ориентир – это сухие иголочки. Смотрите, чтобы их было как можно меньше. Это значит, что дерево спилено недавно и сохранит свою свежесть надолго. Следующий этап – это уход за елкой дома. Специалисты рекомендуют отпилить несколько сантиметров от ствола и поставить елку в воду. Любителям искусственных елочек придется заплатить больше. Цены варьируются от 500 рублей до десятков тысяч. Все зависит от размера и качества. Однако каждый год находятся и те, кто хочет получить дерево бесплатно и отправляется в лес с пилой. В предновогодний период ежегодно нашим министерством проводится межведомственная операция «Елочка». Выявляются рубки хвойных насаждений. Наибольшее было выявлено нарушение в 2014 году. Потом постепенно снижается. В прошлом году именно в рамках операции «Елочка» рубка хвойных насаждений не была выявлена. В этом году операция проводится уже с 1 декабря. На сегодняшний день выявлена пока одна незаконная рубка хвойных насаждений. В ведомстве сообщили, что если ущерб за вырубленные деревья оценит в сумму меньше 5 тысяч рублей, то нарушитель понесет административную ответственность – штраф от 3 тысяч рублей. Если же ущерб более 5 тысяч, наступит уголовная ответственность – штраф, исправительные работы или даже лишение свободы. «Елочные базары» продолжат работать до конца декабря. Продавцы сообщили, что чем ближе к Новому году, тем ниже цена. А вот вечером 31 декабря «Елку» можно получить бесплатно. Большая часть торговых точек по традиции будут их дарить горожанам. Наталья Богданова, Олег Берендеев, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ. Подведены итоги ежегодного конкурса «Молодые дарования Оренбуржья». 35 лучших школьников и студентов в культурных учреждениях области получили денежные призы. С участниками пообщались наши корреспонденты. 47 заявок на участие со всего Оренбуржья. Из них жюри было необходимо выбрать 35. За звание «Молодого дарования» могли претендовать только победители областных, всероссийских и международных конкурсов, а также фестивалей и олимпиад. Балалайка Значит, когда я пришел к Александру Михайловичу, чтобы пойти на гитару, он сказал, что мне еще нужно подрасти и дал мне балалайку. Балалайка мне понравилась и я стал на ней играть. Я думаю, что я еще не профессионал, мне надо еще учиться и учиться. Я занимаюсь музыкой с 2006 года, потому что родители отдали меня в музыкальную школу, а потом мне понравилось. Я хочу стать концертирующим гитаристом, известным. Занимаюсь музыкой, потому что мне это очень нравится. Это реализует меня в жизни. Пришел благодаря брату. Это семейное дело, потому что он пошел в музыкалку. И потом уже, только он не остался в музыке, а я уже остался и дальше пошел. И потом любил все это дело. Сейчас продолжаем заниматься с удовольствием уже. Просто вот сейчас заканчиваю институт как раз. Есть куда пойти, но хотелось бы что-то еще больше. То есть, возможно, что-то свое открывать, что-то искать, какие-то возможности. По словам министра культуры Оренбургской области Евгения Шевченко, конкурс «Молодые дарования Оренбуржья» – это созданные условия для становления участников в будущей профессии. Победители в возрасте от 10 до 25 лет были награждены денежными призами в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Екатерина Роженко, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. Оренбургской кафедре дизайна исполнилось 20 лет. В областном музее ИЗО представлены работой выпускников, ныне профессиональных дизайнеров. Возможно ли в Оренбурге реализовать себя в этой профессии? Далее в нашем сюжете. 20 лет тому назад мы приняли первого студента – дизайнера. Сейчас они уже выпустились. Они много лет работают. И мы сейчас подводим итог, какие профессионалы выросли на наших глазах и что из них стало. С 1993 года первый выпуск был. Каждый год выпускало их где-то 15-20 человек. Сейчас меньше выпускаются. А дизайнеры среды стали выпускаться только с 2010 года. Дизайнеры костюмов выпускаются по 5-6 человек каждый год. Очень мало. А многие уезжают в разные города. Вот у нас тут представлен Сургун, Германия, Москва, Питер, Казань. Когда я вышел с универа, у меня была проблема, где искать работу. Я пошел на фриланс. Я был два года фрилансером, искал заказы в интернете. Повышал свой скилл и, соответственно, работал на портфолио. Это стандартный путь любого дизайна. Если вы не делаете коммерческие проекты, делаете проекты, придумывайте их с неба. Просто придумайте и наработайте хоть какую-то базу, чтобы у вас была какая-то книжечка с тем, что вы сделали. А лучше сразу ставите сайт и упаковывайтесь так, как это советуют ребята, которые умеют упаковываться. Вообще изучите тему упаковки личного бренда и начните потихоньку этим заниматься. Сегодня происходит выставка кучи дизайнеров, которые работают в коммерческом сегменте, уже состоялись как дизайнеры. И важно почему. Потому что многие люди думают, что в Оренбурге дизайнеров нет почему-то. И они едут в Москву, заказывают каких-то фрилансеров и так далее. А мы здесь, мы есть и мы можем делать клевые вещи. И мне хочется, чтобы люди об этом знали. Мы заказывали у нас. В 1997 году, когда мы открывали кафедру дизайна, нам говорили, зачем это надо, кому нужен дизайн вообще, кому они нужны дизайнеры. Сейчас многие предприятия вообще считают обязательно иметь своего персонального дизайнера на предприятии или в крупной фирме. Поэтому чем дальше, тем он больше вас требует. Любые предприятия, которым нужны фирменные знаки, фирменные стили и так далее. Третье – это просто жители, которые нуждаются в дизайне квартир. Вот это вот куда ни посмотри, везде дизайн. Упаковка, книжка, журналы, газета, интерьер, мебель, да все. Одежда – это все дизайн. Конечно, стоит сюда прийти, потому что здесь много всего интересного, современного. Именно показывает эта выставка то, что наши дизайнеры, выпускники и студенты, они чувствуют время. Они идут много со временем и находятся здесь сейчас. То есть они делают стикеры для интернета, они создают модный современный дизайн интерьеров и развиваются во всех направлениях. Мэра Туапсе Александра Чехова задержали в аэропорту Краснодара с презентом на день рождения. Какой сюрприз ожидал сотрудников в подарочном пакете, расскажет наш гость из Сербии Мирка Здравич. Смотрите «Из России с любовью». Здраво! Не так давно в аэропорту Краснодара был задержан мэр Туапсе Александр Чехов. По данным источников Интерфакса, Чехов имел при себе пакет с любопытным содержимым. Что в пакете у вас? Ну, подарок подарили. Какой подарок? Кто подарил? Мой товарищ. Денежные средства имеются в пакете? Ну, думаю, что нет. Думаете, что нет? Я не смотрел. Не одобряю сюрпризы. Тайна не умножает радость. Оно зачастую порождает неудобства. И действительно, получился конфуз. В подарочном конверте, в смысле в пакете, находилось 2 миллиона рублей. Сюрприз! А что это? Небольшой подарок. Знаете, как мы называем подобные действия на профессиональном жаргоне? Коррупция. Коррупция. Не коррупция. Коррупция, если бы я дал денег. А вот это что тогда? Золото в подарок. По данным правоохранителей, его теперь подозревают в получении взятки за признание одного из домов аварийным с последующим сносом. Как сообщает Югополис.ру, задержанный с деньгами мэр отпущен. И несмотря на то, что многие из ПИ называют Чехова бывшим мэром, на сайте администрации он фигурирует как глава города и просто находится в отпуске с 1 декабря. Однако в итоге он все-таки решил покинуть пост. Конечно, по собственному желанию. На сайте муниципального образования с 12 февраля будет проведен конкурс на должность мэра. Сидит. Хе-хе-хе. Вот деревня, а. Ну ты даешь. Кто же его посадит? Не, ну, кто ж знал-то. Чехов, наверное, и сам порядком удивился. Рассчитывал получить на день рождения кружку, ну там, книжку какую-нибудь. Ну, максимум футболку с видами туапсе. А тут, на тебе, целый пакет с деньгами. Ну, разве он виноват? А если кто-то хочет сделать нам подарок, мы не имеем права лишать его этой радости. До скорых встреч! На этом у меня все. Еще больше новостей найдете на нашем сайте utv.ru. С вами была Ксения Цуркова. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова